Коллаген и гиалуронка бесполезны? Нет, как врач-косметолог я вам такого, конечно, не скажу, а напротив, докажу обратное, почему они необходимы нашей коже и как влияют на ее красоту и молодость. Начнем с гиалуроновой кислоты. На самом деле это не кислота, а натуральный полисахарид, который производится нашим организмом самостоятельно, а также поступает измены с продуктами питания. Основная ее задача – поддерживать водный баланс в норме. Молекулы гиалуроновой кислоты притягивают к себе и удерживают молекулу воды, так как не делает ни одно другое известное вещество. Одна ее молекула может удерживать до 1000 молекул воды, но после 25 лет синтез гиалуроновой кислоты в организме снижается, поэтому она прославилась как антивозрастной компонент, но извлечь пользу из ее использования можно в любом возрасте. Она заполняет пространство между эластином и коллагеновым белком, о котором мы подробно поговорим далее. Это напрямую влияет на степень гладкости кожи, ее упругость и в целом внешний вид, выравнивает тон и дарит сияние. Помимо этого гиалуроновая кислота запускает обменные процессы, повышая скорость регенерации тканей клеток кожи, оказывает противовоспалительное действие. Так становится незаменимым помощником в борьбе с пигментацией, акне и другими несовершенствами. И еще один плюс – она нормализует уровень влаги во всех слоях кожи за счет удержания молекул воды, при этом создает надежный защитный слой, который выполняет роль природного барьера против агрессивных внешних факторов, например, таких как воздействие солнца и сухого воздуха. Коллаген – это нитевидный белок, который входит в состав межклеточного матрикса. Он участвует в строительстве суставов, сухожилий, волос, когтей и кожи. Именно благодаря коллагену в молодости наши ткани такие прочные, а кожа радует своей гладкостью, упругостью и здоровым видом. С возрастом запасы коллагена в организме тоже истощаются. Первые потери начинаются уже 20 лет, а после 25 распад коллагена во многом превалирует над его синтезом. Поэтому коллаген нужен всем и назвать его бесполезным точно нельзя. Можно понимать, что помимо естественных причин снижения синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, мы можем сами ускорить этот процесс, особенно если не знать про важность этих компонентов для поддержания молодости кожи. Основными причинами снижения синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты в раннем возрасте могут стать увлечения загаром, тем более без использования солнцезащитных кремов, неправильное или несбалансированное питание и недостаточное потребление воды, а также вредные привычки. Поэтому, если вы заметили первые возрастные изменения, а вам чуть-чуть больше 25, сперва стоит пересмотреть свой образ жизни и особенности пизевой режим и сбалансированность питания. Для коррекции дефицита коллагена эффективным будет его прием внутрь в виде активных биодобавок, особенно для вегетарианцев, нюансы рациона которых не позволяют организму получать достаточно питательных веществ из еды. Это самый простой и быстрый способ восполнить естественный синтез коллагена, что благотворно скажется на состоянии не только кожи, но и волос и ногтей. Встретить коллаген и гиалуроновую кислоту можно и в уходовой косметике, кремах, сыворотках и других препаратах наружного применения. Из них тоже можно извлечь пользу, но только если говорить о поддержании молодости кожи, а не кардинальном преображении. Такие средства отлично справятся с разглаживанием первых небольших мимических морщин, а также восполнят дефицит влаги в верхних слоях кожи и могут восстановить ее гладкость. Но важно понимать, что все средства домашнего ухода работают лишь на поверхности кожи, то есть способны воздействовать только на самый верхний слой эпидермис. И к тому же молекулы гиалуроновой кислоты и коллагена довольно крупные и проникнут в глубокие слои кожи, где они более необходимы, к сожалению, физически не способны. Но самое интересное происходит намного глубже, именно в дерме, следующем за эпидермисом слоя кожи. Здесь синтезируются все необходимые для кожи вещества, в том числе коллаген и гиалуроновая кислота. Единственный способ доставить их в глубокие слои кожи – это инъекции. Во время инъекции игла проникает на нужную глубину. За счет этого препарат, который мы используем в процедуре, работает именно там, где кожа нужна большая поддержка. Такие процедуры я рекомендую пациентам, начиная уже с 25 лет, потому что, как мы с вами уже выяснили, естественный синтез коллагена и гиалуроновой кислоты начинает снижаться именно в этом возрасте. И даже если вы правильно питаетесь, соблюдаете водный режим, начиная с 25, коже уже необходима поддержка извне. И чем раньше вы задумаетесь о восполнении дефицита гиалуроновой кислоты и коллагена, тем дольше кожа будет радовать вас тонусом, гладкостью и естественным сиянием без морщин и пигментации. Ну что, вы до сих пор думаете, что гиалуроновая кислота и коллаген бесполезны? Или мне все же удалось вас переубедить? Надеюсь, что да. Какие выводы мы можем сделать сегодня для себя? Первое. Коллаген и гиалуроновая кислота – важнейшие вещества, которые напрямую отвечают за молодость кожи и ее красоту. Для поддержания их естественного синтеза необходимо соблюдать водный баланс, сбалансированное питание и дополнять питание биологически активными добавками при необходимости.